Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня хочу затронуть тему о самых распространенных мифах, существующих сегодня, порожденных фитнес-бизнес-индустрией. В тренинге, в питании. А мифов этих очень много. Эти мифы забивают головы людям, людям, которые хотят получать прогресс. Из-за этого мы с вами не видим прогресса, когда прислушиваемся к нелепым мифам. Сегодня вкратце затронем все, которые темы я вспомню. Вы знаете, на все эти темы у меня есть отдельные статьи и видеоуроки. А сейчас немножечко приглушите звук, потому что пойдет заставка, а мой конвертер не позволяет мне регулировать уровень громкости на протяжении всего видео. Но, надеюсь, скоро у меня появится время освоить новый конвертер для того, чтобы снимать более качественные ролики, для того, чтобы вам было более комфортно их слушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часто приходится слышать, что приседания и становые тяги крайне опасные упражнения. Придумали этот миф как раз-таки опять персональные инструктора, которым не хочется тратить свое время на то, чтобы обучать вас сложной технике. А действительно, техника очень сложна, на первый взгляд. И если самостоятельно к этому подходить, не факт, что вы научитесь грамотно приседать и делать становую тягу. Но делать эти упражнения необходимо. Это два лучших упражнения, которые выбрасывают максимальное количество гормонов в кровь. И при правильном соблюдении питания вы будете либо набирать мышечную массу, либо терять жиры. И если ваш тренер говорит вам, что приседать вредно, якобы это приносит межпозвоночные грыжи, это полная чушь. Грыжи у нас с вами от долгого сидения, от неправильного питания. И в первую очередь, если посмотреть статистику получения грыж, то подъем на бицепс приносит гораздо больше проблем с поясничным отделом. Вот мне интересно, я говорил раньше об этом, почему. Пишите в комментариях, проверим, насколько внимательно вы следите за моими статьями и видео. Пишите в комментариях, почему вы думаете, что бицепс приносит, именно подъем штанги на бицепс стоя, приносит гораздо больше межпозвоночных грыж и проблем с поясничным отделом позвоночника, чем приседания и становые тяги. В принципе, для думающего человека ответ очевиден. Еще раз повторяю, приседания и становые, это то, что вам необходимо. Это то, с чего нужно начинать свой тренинг. И первые два года нужно посвятить тому, чтобы наращивать силу, естественно, при соблюдении идеальной техники. Именно в этих двух упражнениях и еще в двух брусьях и подтягиваниях. Пока вы не наберете определенный силовой фундамент, нечего думать ни о каких других упражнениях и вообще, в принципе, ни о чем другом. Но эти четыре упражнения сделают вас сильными и большими. Гораздо больше тех, кто будет насиловать свой бицепс концентрированными сгибаниями с гантелькой в 5 килограмм. Это проверено. Из этого мифа вытекает следующий миф. И тоже его придумали персональные инструктора. Он звучит так, что начинать тренинг нужно на тренажерах. Это полная чушь. Нет ничего страшнее, чем начать свой тренинг с тренажеров. Потому что у нас в организме, помимо мышц, наших основных, которых мы знаем, очень много мелких мышц стабилизаторов. Если мы с вами будем качать бицепс отдельно в тренажере, делать жимы в тренажере, то мы с вами сделаем огромный дисбаланс. Наше тело станет безмозглым, если можно так сказать. Мы не сможем контролировать нормальное движение. Тренажеры, ребята, подключаются только уже на этапе, когда вы вышли на средний уровень, уровень среднячок. Начинайте заниматься со штангой и гантелями на турнике и на брусьях. Практикуйте так называемый функциональный тренинг. То есть, когда вы делаете приседания, работает абсолютно все. Работают мышцы, работают мышцы-стабилизаторы. Если вы сядете в тренажер, все это убирается. Эффект от упражнения понижается. Вы только наносите себе вред. Опять-таки понятно, да, что тренеру легче посадить вас в тренажер, чем тратить свое время, нервы на то, чтобы учить вас грамотной технике. Почему фитнес-центры это придерживаются? Тоже понятно, да, что инструктору нужно как можно больше клиентов. Нужно, чтобы приносили деньги. А именно персональный тренинг приносит сейчас больше всего денег. Поверьте мне, у меня есть свои залы, были и в России. И если персональный тренер не справляется с определенным, навязанным ему планом, то просто от такого тренера избавляются. Многие из вас это часто видят. А саджая людей в тот или иной тренажер, можно пачками прогонять по нескольку часов. За один час можно прогонять по нескольку клиентов. А чтобы грамотно научить человека приседу, тяге, нужно работать индивидуально действительно с человеком и тратить на него огромное количество своей энергии. А это, естественно, потеря денег и для инструктора, и для тренажерного зала. Все очень просто. Еще один миф и с упражнениями закончим, с тренингом. Миф о том, что нужно растягиваться между упражнениями и между подходами. Это опасный миф, потому что если вы будете практиковать серьезный силовой тренинг и делать растяжку между подходами, между упражнениями, вы можете получить очень серьезную травму. Растягиваться нужно крайне дозировано после тренировки. И вечером после прогулки нужно делать растяжку на все тело, на все мышцы. Спортивные медики говорят, что лучшее время для растяжки, хорошей растяжки, это 10-12 часов после пробуждения. То есть, понимаете, это вечернее время. И я настоятельно рекомендую. Гуляйте 30-40 минут перед сном и делайте потом растяжку. И спать будете лучше, и мышцы будут возвращаться в исходное состояние, и будете гарантированно страховать себя от различных травм, проблем со здоровьем. Это очень важно.